Основные, наверное, такие показатели, основные новости, так тоже можно, мне кажется, сказать, из Луганской области, из Северодонецка и в целом из этого направления. Каковы они должны быть? И опираясь на что, мы поймем, что действительно эта ситуация решающая сейчас, и эта ситуация, скажем, исправляется. Я, к сожалению, вас очень плохо слышу, поэтому, если вам не сложно, еще раз повторить чуть-чуть. Нет, не сложно, абсолютно не сложно, да, я попробую еще раз повторить, давайте более лаконично, наверное, да. Итак, ближайшая неделя является решающей на Северодонецком направлении. Опираясь на что, мы должны понять, ситуация идет правильным образом или, увы, неправильным? Я понял вас. Вы знаете, насчет правильной или неправильной ситуации идет, но здесь вопрос такой, интересный вопрос. Скажем так, ситуация на этом направлении очень сложная, но я не буду комментировать, правильно она или неправильно. Почему? Потому что это решение Генерального штаба, и именно на этом направлении сейчас сосредоточено основное усилие, как наших войск, так и войск противника. Я хочу сказать о другом. Дело в том, что в любом случае это правильно. Почему? Потому что, во-первых, это наша земля. Во-вторых, вы посмотрите, что делается в целом, какая картина сейчас боевых действий. Россияне настолько сосредоточились в одной точке, именно в Северодонецке, что они даже ничего не делают фактически на всех других направлениях. Это при том всем, что они месяц стягивали очень мощный кулак по направлению на Славянск-Краматорск. И все равно, даже несмотря на это, они там вообще ничего не делают. Они просто концентрируют ударное угруппирование, группировку. Но фактически, еще раз говорю, они ничего не делают. Почему? Потому что все силы, максимально, все, что у них есть, брошено только на одно направление. Что плохого здесь, что для нас такого загрозного, угрожающего? Это то, что фактически они сейчас начали прорываться снизу. Если брать по карте, то получается, снизу у нас был такой хороший запас территории. Они сейчас там имеют хоть и небольшой, но такой, знаете, очевидный успех. И они подбираются снизу, фактически все больше и больше осуществляя для нас угрозу полукольца, это уже точно. Я почему это говорю? Потому что нет никакого сомнения, что, опять же, генеральный штаб это все прекрасно видит. И я уверен, что в данном случае идут, скажем так, какие-то планы разработаны на случай, если надо будет этот участок оставить, чтобы никаким образом там не попасть в окружение. Это первое. Второе, что очень так начало сейчас проявляться, это массированные удары по Лисичанску. Почему это не совсем хорошо? Потому что мы уже просто знаем тактику врага, и когда он начинает массировано бомбить, а там именно идет разбивание до основания зданий, то это говорит о том, что фактически таким образом идет подготовка к наступлению на этот город. У них сейчас такая тактика полностью стереть с лица земли город, чтобы там фактически даже не было зданий, в которых можно укрываться, за которые можно каким-то образом отцепляться и вести оттуда огонь. И потом они постепенно, по чуть-чуть заводят войска. Это постепенно, по чуть-чуть, настолько медленно они двигаются, что очень часто они буквально борются за каждую улицу, за каждый дом. То есть здесь не идет речь вообще о городе. Еще раз говорю, они могут неделями бороться, были даже перехваты, когда они положили полностью там подразделение, не помню какое, но там с роты осталось буквально несколько человек, полностью все легло на одной улице. Они все воевали, воевали, пока эту улицу не взяли. То есть очень медленно лезут, упорно, знаете, какие-то тараканы, просто лезут, лезут, лезут. И для нас до сих пор очень большая проблема – это их численное превосходство. И особенно огромная проблема – это превосходство в артиллерии, которой они, еще раз говорю, просто сравнивают с лица земли наши города. Что хорошего? Хорошее то, что на одном участке мы фактически завязали огромное количество их сил, настолько огромное, что, повторюсь, на всех остальных участках и направлениях они просто ничего не могут сделать. То есть все, что у них было, брошено в одну точку, и там мы их держим. Это нам позволяет даже фактически на запорожском направлении сейчас туда брошены новые вот такие вот пушки, которые мы получили от западных партнеров. Они там уже пристреляны, люди научные. И сейчас уже неоднозначные идут заявления, как от главы ОДА Запорожской, так же там выступал командир Азова Родион Кудряшов, которые четко говорят о том, что буквально еще там неделя, может, чуть больше, и наши войска готовы на этом направлении пойти в контрнаступление. Почему это стало возможным? Только потому, что еще раз все силы сосредоточены вверху, на Северодонецке. Поэтому есть, конечно, очень такая нехорошая для нас информация, что под чуть-чуть мы отдаем. В частности, сегодня два города, ну, это такие небольшие городки, можно даже сказать, какие-то типа поселка. Вот это вот Педлистны и Мирна-Долена, они были взяты оккупантами. Но главное, что наши войска сдерживают уже в третий месяц. Просто я первый месяц не буду брать во внимание, почему. Потому что активная фаза у них все-таки была на киевском направлении. А вот эти два месяца, они же ничего не делают, кроме как долбят вот это направление с целью взять Луганскую область в полном объеме по территории, по границе. И рапортовать, что Донецкая и Луганская области захвачены. И они же огласили целью вот этой второй фазы своей операции. Именно вот это. Мы видим два месяца, ничего не получается. Поэтому я просто могу, ну, знаете, восхищенно отозваться о наших вооруженных силах, которые второй месяц сдерживают все-таки, как бы там ни было, вторую армию мира с огромным количеством вооружения и огромным количеством этого пушечного мяса, который постоянно, постоянно бросается. И последнее, что я хочу сказать в плане пушечного мяса, вот тоже это последние цифры, каждый день туда бросается минимум под 30 КАМАЗов личного состава. Каждый день. То есть это просто невероятное количество людей. И с этим всем наши хлопцы борются каждый день, мужественно борются и очень эффективно борются. Фронт. Політика. Экономика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Украина-24». Субтитры создавал DimaTorzok